Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Яна Смирнова и гостем предыдущей программы, я напомню, был наркоман, герой фильма «Через иглу» Эдис. Мы говорили с ним о наркотической зависимости, о его пути к трезвой жизни без наркотиков. Рассказал он о том, кстати, как переживал состояние передозировки и ломки, и раздвоение личности, которое ему было свойственно, как он рассказал. Очень откровенно было, можно посмотреть это видео в ютубе, на нашем сайте, на нашем канале. Сегодня у нас в гостях выздоравливающий игроман Андрис. Спасибо, что вы пришли, здравствуйте. Добрый день. Вы говорили мне о том, что ваша игровая зависимость, она началась еще во втором классе. Как это было? Да, фактически это так. Вообще говоря, о азартной зависимости, это такой очень довольно сложный процесс, и довольно трудно понять, когда он начинается вообще в жизни человека. Да, для себя я определил, что это началось очень-очень рано. Это началось уже с первых карточных игр на деньги, и какие-то фантики, или там, я не знаю, как это, потряхивание монет, или как это там называется правильно. Да, 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 да. И тому подобное, да. И это как бы, это сразу меня затянуло, и да, я для себя определяю это как самым началом. То есть зависимость нашла с вами по жизни, молча, можно так сказать, и не прогрессировала на каком-то этапе, а потом уже стала неизбежной? Нет, я думаю, что она начала прогрессировать именно с самого начала, но только это как бы, ну это промежуток времени довольно-таки длинный, и потому это так незаметно для самого происходило все. Но да, прогресс был с самого начала, потому что как только я выигрывал какие-то деньги, то в следующий раз выигрывать такую же сумму было уже неинтересно. Надо было уже суммы побольше, ставки побольше, и как бы это… И риски увеличивались. Да, конечно, конечно. Мы сегодня говорим об агромании, но так или иначе игровая, наркотическая, алкогольная зависимость, они пересекаются между собой. Вот один из выздоравливающих наркоманов, который был в нашей студии, он рассказал о том, как его наркотическая зависимость появилась в жизни. Он сказал, что она появилась задолго до того, как он стал вообще наркоманом в раннем детстве. Давайте послушаем отрывок из его интервью. Зависимость выразилась в зависимости от чужого мнения. Да, то есть, ну и под этим всем стоял страх, да. Что подумают окружающие. Да, что подумают обо мне окружающие, и это вызвало чувство стыда, да. То есть, там, я буквально могу вспомнить, как я ходил в Ясли, и у меня была такая няня, тетя Люба. Вот, и однажды, а я родом с Огра, да, то есть, ну, маленький город, у нас все друг друга, как бы, знают. Вот. И я помню, как она задала мне вопрос, да, что у тебя папа снова напился, да. И я испытал стыд. Первый раз в жизни я испытал стыд, потому что я понял то, что какие-то вещи, которые происходят у нас дома, о них знает кто-то еще. Да, вот, ну, то есть, я ребенок, да, вот, я испытал стыд, и потом, вот, на этом начала формироваться зависимость, это долгий комок, да, потому что я боялся испытывать стыд. Хотелся идти от этой реальности. Естественно, да. Соответственно, как бы, ну, я выдумывал себе какие-то роли, да, и они просто усугублялись. То есть, у меня была зависимость от чужого мнения, да, потому что я боялся, что кто-то узнает обо мне, ну, какую-то реальность, да. И вот так это все формировалось, то есть, ну, и возрастал страх. Вот возрастал страх. Что послужило причиной формирования вашей игровой зависимости? Как вы считаете, чувствовали ли вы эту пустоту в детстве, о которой говорил наш предыдущий герой? Да, это очень, очень похоже на мою историю, да. Это, в принципе, можно даже сказать одно к одному. Ну, да, я очень, я чувствовал, и чувство страха мне очень хорошо известно, и чувство стыда, и чувство отчаяния. Это все про меня, да. И да, я могу подписаться под тем же, что Эдейс говорил, да. Да, но, то есть, это начало формироваться еще в детстве, это отчаяние, от чего оно зародилось? Я думаю, что да. Зародилось? Ну, говоря о зависимости, это не так просто сказать, потому что, по-моему, но это только мое мнение, что у нас еще не сформировалось еще такое убеждение, что вообще такое есть эта зависимость, и как с ним бороться, и от чего оно происходит. Потому что мы можем смотреть на эту проблему как бы с разных углов, и всегда ответы получатся разные, да. Потому что есть и такая формулировка азартной зависимости, например, что человек идет в игровой зал не для того, чтобы выигрывать, а для того, чтобы проигрывать деньги. И я могу сказать, что это именно мой случай, да. Я шел туда, чтобы проигрывать. Никогда для того, чтобы выигрывать. Это звучит странно, но по сути дела это так. Но какие чувства вы испытывали в отношении самого себя? Что именно вы имеете в виду? Что вы переживали внутри? Как вы относились к самому себе? С лютой ненавистью. Из-за того, что... Это очень трудно объяснить. Но я постараюсь. Я постараюсь. Это... Если мы взглянем на мою жизнь и на мое тело, тогда я могу сказать, что у меня было дано тело и какая-то жизнь, и я должен был что-то с ней делать. И когда я начал уже ходить в игровые залы, я отлично понимал, что это к добру меня не приведет, и что это идиотизм. Это идиотизм туда ходить, и проигрывать деньги каждый раз – это более чем глупо. И каждый раз, выходя из игрового зала, я был уверен, что я больше туда не вернусь, потому что это тупо туда идти. И я всегда возвращался. Всегда. И чувство ненависти у меня возникло к самому себе именно из-за того, что я не смог не ходить. Себя контролировать. Да. Контролировать свое тело, опять же, о чем вы говорите. Да, 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 именно так. Как бы такое чувство, что мое тело вообще не принадлежит мне. Это очень странное чувство и очень трудно объяснимое состояние, но это было очень, очень трудно всегда. И очень трудно осознавать, что каждый раз, когда я давал себе обещания клятвенные и всяческие, я каждый раз опять себя находил в игровом зале. И недолго после моих обещаний и клятвы и всего прочего. Вы сказали сейчас, что это необъяснимое чувство, и вначале, когда начали говорить, сказали, что трудно это объяснить. И мне вспоминается, знаете, из ремарка «Жить взаймы», там как раз история смертельно больной девочки описывается, девушки, и там есть такая фраза о том, что в больном всегда есть что-то отталкивающее для здорового, но и здоровый может быть вульгарным для больного. Ну или «Сытый голодному не товарищ», знаете, тоже такая есть в народе присказка. Вот может ли понять человек трезвый, независимый, зависимого по-настоящему, прочувствовать это и понять действительно, что происходит внутри? Да, и это самое прискорбное то, что я думаю, что не может. Я думаю, что не может. И именно поэтому психотерапевтам и психологам так трудно предоставлять какую-нибудь помощь игроманам, потому что они, по сути дела, они не могут понять это состояние душевное. Так что я думаю, что… Я слышал много, очень много таких высказываний, что люди ходили к психотерапевтам, к психологам, да и к гадалкам, и к чему только не. Но никакого результата, абсолютно никакого результата. Ну если не считать там 3-5 дней, хотя бы неделю, ну ладно, ну месяц, но он всё равно возвращается в игровой зал раньше или позже. И я думаю, что это именно из-за невозможности ощутить это реальное состояние. Но есть люди, которые прошли через это, и они уже пытаются направить тех… Ну если взять, например, ваш пример, вы написали книгу об этом, о том, как справиться с этим. Да, но таких людей чрезвычайно мало. И эта зависимость очень коварна. И я даже сам о себе не могу сказать с полной уверенностью, что, например, завтра я не пойду играть. И я не могу быть уверен в этом. Конечно, я делаю всё возможное, чтобы это не случилось. Есть какие-то принципы, которые я соблюдаю повседневно. И потому что мне надо быть очень осторожным, потому что я очень хорошо знаю, как коварна эта зависимость. И я очень осторожен в этом плане. Как проходил ваш день зависимого человека? Очень трудно проходил, потому что мне приходилось очень много работать. Мне приходилось работать фактически за троих. Потому что каждый раз ставки должны были быть выше предыдущих. И выигрыши, на которых я надеялся, они должны были быть очень высоки. Потому что с каждым днём, который я проводил в игровом зале, я проигрывал очень много денег. И долгов становилось всё больше и больше. И работать приходилось очень много. И я уставал нечеловечески просто. Но алкоголь очень помог. Сколько вы могли выдержать, не играя? Могли провести день, скажем, или два? Я уже не помню. Я уже не помню. Но это было, по-моему, меньше, чем месяц. Обычно это было где-то неделя. Видите ли, довольно просто не играть, если нет денег. Но как только появляются деньги, это сигнал. Это даже не сигнал. Это просто как бы невозможность не играть. Это просто если есть деньги, а деньги годятся только на одно. Это чтобы их проиграть. Не в зависимости от суммы. Один из зависимых наркоманов, выздоравливающих, сравнивал состояние ломки. Понятно, что там немного другая история. Но так или иначе он сравнивал это с тем, как будто ты неделю не пил воду. Когда тебя ломают и физически, и психологически. Было ли вам присуще состояние ломки, опять же, когда, например, не было ресурсов, не было денег для того, чтобы играть, проигрывать? Как оно проходило? Нет, тут немножко иначе. Тут немножко иначе. Это эти состояния. Ну, если мы так возьмем какой-то конкретный случай. Например, если я проиграл очередной раз какую-то серьёзную сумму, и у меня нету больше денег, на что играть, и неделю где-то деньги не ожидаются. Я бы сказал, что это, наоборот, это было как очень большое облегчение. Я мог эту неделю прожить просто как бы с радостью в душе, потому что денег нет, и не приходится идти играть. Это очень большое облегчение. Но оно со временем меняется. Оно со временем меняется. И начинается очень серьёзная ломка. Ну, она, по-моему, я не знаю, какая ломка у наркоманов. К счастью, я не употребляю наркотики. Это мне чуждо. Но ломка игромана, она... Там невозможно вообще ничего сделать. Ну, вообще ничего. Я становлюсь просто зомби, который идёт куда-то. Я сам не понимаю, как я двигаюсь, куда я двигаюсь. Но я точно знаю, что я в какой-то момент опять буду в игровом зале. Вы сказали, что вам приходилось много работать за троих, да, как вы сейчас сказали. Как мышление игромана меняется, и насколько оно становится предприимчивым? Ведь такие сложные схемы могут умещаться в голове зависимого, о чём мы тоже говорили с вами и за эфиром. Такой феномен деятельности этого. Конечно, хорошего в этом мало, но так или иначе. Да, это действительно так. Да, ну, нам бы призы давать за манипуляции. Да, я должен был быть очень хорошим манипулятором. И я умел врать прекрасно. Я даже сам удивляюсь иногда. Интересно то, что до самого последнего момента, пока я не рассказал, никто из моих близких даже не догадывался, что я зависим от азартных игр. И никто из моих друзей тоже не догадывался об этом. Так что, ну, можете себе представить, как хорошо я умел всё скрывать. Хотя дела были очень плохи. Но есть ведь такое определение, как игровой запой. Не знаю, насколько это было свойственно вам, когда зависимый человек не может выйти из зала, и он сутками забывает, теряет контроль времени, забывает есть и пить. Ну, это определяется количеством денег. То есть вы тоже находились, когда были ресурсы в игровом зале, сутками могли провести? Конечно, конечно. Ну, я не сутками, сутками, нет, я сутками там не сидел. А, по-моему, может быть, часов десять. Это, по-моему, уже рекорд для меня. Потому что я очень быстро всё проигрывал. Игрок без меня никакой вообще-то. Да, ну, как-то так вот. Ну, извините. Ну, вы сказали, что близкие не могли знать о том, чем вы занимаетесь на самом деле. Видимо, опять же, мы говорили о мышлении игромана, о возможности постоянно придумывать какие-то лазейки, обманывать и делать это так умело и ловко, что те люди, которые находились с вами рядом, даже не подозревали о том, что на самом деле. Да, это именно так. Ну, это как бы... Ну, можно даже сказать, что от этого зависело, моё благосостояние, вся моя жизнь, от качества моего вранья. Я был хорош. Да, да, я был хорош. Они действительно не подозревали. Это было как бы... такое, как гром с ясного неба. Когда вы признались в этом. Да, да, да. И это было чрезвычайно трудно для меня сделать, потому что... Особенно мне, как мужчине, наверное, потому что мне надо признаться, что я что-то не контролирую. Да, что есть в моей жизни что-то, что не поддаётся моему контролю. Ну, как бы меня учили быть сильным и всё держать под контролем, а тут ничего под моим контролем уже нет. И это было очень-очень трудно осознавать и для себя, и признаваться другим тоже. Ну, и, кстати, об игромании говорят, что зависимость без запаха и явно выраженных признаков, если мы говорим, например, сравнивая с алкоголем или наркотиками, какие-то всё-таки физические последствия у вас были? Можно ли было как-то определить, что вы играете? Ну, это тоже, по-моему, простой человек, как бы он не поймёт. Это очень трудно понять. Игрок поймёт. То есть внешне узнает, издалека. Игрок игрока, да, 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 именно так, именно так, да. Очень легко узнать. Ну, есть какие-то такие параметры, по которым можно судить, что, возможно, есть какие-то проблемы. Я становился чрезвычайно нервным и крайне раздражительным, и даже грубым, когда я проигрывал. Но были какие-то случаи, когда я выигрывал деньги. Это было фактически самое плохое, что вообще случалось в моей жизни, потому что я понимал, что это ненадолго, и я эти деньги сразу же проиграю. Это только зависит, в какой именно день, или сегодня, или завтра. Так что я отлично осознавал то, что деньги у меня не останутся, ни при каком раскладе. Сейчас небольшой перерыв сделаем, потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. В эфире программа «Выбор». Говорим сегодня об игромане. Говорим сегодня о зависимости не от вещества, а от процесса. Можно ли так сказать? Да, конечно. В гостях у нас сегодня выздоравливающий игроман. Андрис, спасибо вам, что вы пришли. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, телефон на прямом эфире 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить к нам, уважаемые радиослушатели. Вот я читала письмо, исповедь одного игромана, и он рассказывал о том, что по его мнению, все без исключения игроманы живут воспоминаниями о больших выигрышах. Вот эта мысль о том, что можно сорвать куш еще и еще, несмотря на проигрыши, несмотря на поражения, она действительно преследует? И вас преследует? Да, но мы можем сравнить это с жизнью любого человека. Но если мы так посмотрим, то у нас есть такое очаровательное чувство вспоминать. Но у нас есть такое очаровательное чувство забывать. И об этом мы часто забываем. И насколько я понял, я развивал тоже, как и все остальные, это чувство, чтобы забыть те случаи, которые я не хочу запоминать. И насчет этих выигрышей это довольно легко объяснить, потому что мне надо было для себя создавать какую-то реальность, при которой моя ходьба в игровой зал имеет какой-то смысл. Мне надо было сделать для себя оправдание какое-то. Да, и я, конечно, себя тешил надеждами на большой выигрыш. Но люди вообще-то это делают повседневно, каждый день. Они тешат себя чем-то. Так что я ничем не отличаюсь как игрок от нормального человека. У нас есть звонок сейчас. Радиослушатель Налинин, надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, во-первых, конечно, хотел бы поздравить вашего гостя с тем, что он выбирается из этого болота. А во-вторых, мне интересно его мнение по двум вопросам. Вопрос первый. Как он относится к идеям запретить игровые залы в ринге и вообще к запрету на такие заведения? А второй вопрос, что бы он рекомендовал близким таких людей, каким был он, не знаю, родителям, женам, мужьям, в общем, родственникам. Как они могут вычислить человека, который имеет сходные проблемы? Спасибо. Да, спасибо вам. Два вопроса вашего радиослушателя. Да, спасибо за вопросы. Это очень интересные вопросы. Я начну с первого, с моей точки зрения на игровые залы. И я не сторонник того, чтобы закрыть игровые залы, потому что с одной стороны, с одной стороны, я сейчас скажу что-то очень-очень странное. Азартная зависимость в моей жизни, это было самое хорошее, что со мной случилось за всю мою жизнь. Такой парадокс. Да. Но, по сути дела, это действительно так. Потому что я создал для себя, ну, никто же меня туда не водил. Я сам туда пошёл, я сам пристрастился к этой зависимости, и как бы я её сам для себя создал. Но теперь я стою в своей жизни всегда на распутье дорог. И у меня очень чёткое осознавание того, что если я не буду идти вперёд, не буду развивать себя, тогда я попаду обратно в тот же, откуда я только что вылез. так что это это очень стимулирует меня. И я могу сказать, что это была очень-очень хорошая школа для меня, которую я прошёл. Так что это это звучит странно, да, но по сути дела это было очень хорошо для меня. но есть и другой аспект для тех, кто пытается выздороветь и пытается выйти из этого болота слишком много этих залов. И если человек хочет, например, пойти домой очень просто по Риге из точки А до точки Б, то сделайте ему маршрут, который не пересекался бы с каким-либо из азартных залов. Это практически невозможно, да. Очень-очень затруднительно, очень затруднительно. Да, ну это единственное, что по-моему, может быть их немножко слишком много. Может быть чуть-чуть меньше надо было бы как-то убавить это количество. Да. и... Что касается второго вопроса о тех, кто рядом, как им уже говорили о том, что сложно, наверное, человеку, который не играет, распознать игромана ввиду того, что нет каких-то явно выраженных признаков, но тем не менее как можно определить это тем, кто рядом? Всегда не хватает денег, всегда какие-то очень интересные какие-то истории, какие-то не знаю, Армагеддоны, Апокалипсис и всякое-всякое-всякое, да. Ну, это может насторожить и может быть как сигнал, что что-то не в порядке. Но что с этим делать? Вот это самое-самое самое трудное и очень трудно как бы на этот вопрос вообще-то ответить. Спасать себя, наверное. Спасать себя, потому что... Вы говорите о тех, кто... Да, о тех, кто рядом с игроком. Уйти от него побыстрее и подальше. Потому что иначе он утащит с собой всех, кто рядом с ним. это всегда заканчивается очень плохо. Так что, наверное, и спасать себя. И тем самым Вы окажете ему неоценимую помощь, потому что только когда, тогда, когда он останется один и без вариантов, только тогда он будет вынужден начинать уже принимать какие-то решения и менять свою жизнь и менять свою реальность. Если кто-то будет помогать, это не случится никогда. Давайте еще звонок примем, слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вот я бы хотел сказать свое мнение по поводу игровых залов и по поводу казино. Да, пожалуйста. Вот я считаю, что игровые залы нужно закрывать и запрещать в Латвии, потому что это в чистом виде мошенничества. Любой человек, более-менее понимающий в программировании, в технике, он понимает, что эта программа, которая заряжена в этот игровой аппарат, она настроена на то, что забирать деньги или выдавать деньги, да, и ни один владелец зала не будет настраивать этот аппарат, скажем, 50 на 50, естественно, и плюс еще, у нас нет ни одной организации, которая бы контролировала этот процесс, проверяла все аппараты абсолютно, да. Да, будет у вас какой-то вопрос нашему гостю? Ну, у меня скорее не вопрос, а пожелание этому человеку избавиться от этой пагубной привычки и забыть про это навсегда. Да, спасибо вам. Ну, вот, интересно к реплике нашего радиослушателя о том, как избавиться так радикально и навсегда. Возможно ли это вообще? Я думаю, что нет, и я даже не хочу от этого избавляться навсегда, потому что, как я уже перед этим говорил, это является очень хорошим стимулом для меня как бы для продвижения вперед и для улучшения своей жизни, качества своей жизни. Потому я не хочу избавляться от этого, нет, это часть моей жизни и зачем? Пусть будет, пусть остается, да. Ну, а по поводу реплики насчет игровых залов, да, насчет обиды, что аппараты не дают выигрывать, ну, так можно туда не идти. Ну, тогда давайте запретим лотереи и все, и тогда интернет тоже будем запрещать уже сразу тогда, потому что там тоже и там можно играть в азартные игры, тогда запретим все. Вопрос, можно ли через запрет добиться? Нет, ни в коем случае, потому что я абсолютно уверен, если бы не было ничего другого, я бы играл в карты на деньги, да, или, не знаю, я бы придумал какую-то, какую-то просто дебильную игру и играл бы с кем-то с таким же, как я, на деньги и был бы счастлив. Так что я думаю, что это не решает проблемы. Единственное, да, что немножко, немножко, может быть, пора сократить количество игровых залов, но, в принципе, пусть будут. Вот вы сказали о созависимости, о тех людях, которые рядом, что им необходимо не спасать игромана, а спасаться самим, и, наверное, это и будет спасение для зависимого, который рядом, близкого человека. Интересно, что один из наших гостей, он как раз рассказывал о так называемом раздвоении личности зависимого человека, о том, что, с одной стороны, он может идентифицировать любовь к близким, а с другой, он направлен только на то, чтобы все подчинено именно этой зависимой тематике. Вот давайте послушаем и после обсудим. Полностью зависимое и как бы я. И они конфликтуют, враждуют, потом как-то один уговаривает другого. Это вечная такая, ну, не знаю, борьба внутренняя. Вот. Где, что, как, правильно, неправильно, это не важно, сейчас важнее употребить. Вторая личность сейчас не важна. Бабушке, самому близкому человеку, который у меня есть, остался, да, который заботится плохо, надо позаботиться о ней. Ну, вот, насколько раздвоение личности, вот о чем говорит, как раз говорил наш гость, о том, что у него есть две личности, да, с одной стороны, это он настоящий, и с другой стороны, тот, кто может любить других и заботиться о других, с другой стороны, тот человек, который думает только о том, как бы достать дозу. Это было свойственно вам, вот это раздвоение, такое кардинальное. Да, конечно. Как это проявлялось? Извиняюсь. Да, да, конечно, да, это то же самое, но я хочу заметить, что если мы так критично посмотрим на любого человека, тогда ему будет присуще раздвоение личности в любом случае, потому что если мы посмотрим на такое интересное чувство, как сомнение, когда человек в чем-то сомневается, у него внутри себя возникает диалог. А с кем он это говорит? Это он с кем разговаривает? Со второй личностью наверняка. И единственное, что как скоро этот диалог можно прекратить, и как далеко это может зайти. Но в принципе, это, по-моему, нормальное состояние человека. Ничего особенного в этом нет. У вас были попытки самостоятельно всё завершить? Тысячи. Чем это заканчивалось? Тысячи. Это заканчивалось именно тем, что я очередной раз пытался это закончить самостоятельно. Так можно выразиться. То есть, в смысле, этот внутренний диалог кого-то с кем-то внутри вас и всё-таки побеждал тот, кто не на стороне добра, скажем так? Ну, это вообще-то трудно сказать, где там сторона добра и зла. Да, но единственное, что я могу сказать, что мне самому никогда не удавалось выигрывать в этом сражении. Ну, как бы я думаю о том, что если я себя называю тем, который хотел не играть, я никогда не смог, я не мог победить. Я не мог. Это невозможно победить. Вот один из зависимых гостей нашей программы, он рассказывал о том, что, опять же, в процессе употребления он осознавал, что есть эмоции, которые сильнее, чем то, что он употреблял. Он вспоминал, как он однажды, ну, вспоминал свои спортивные достижения и чувства победы. Именно в процессе зависимости он понимал, что это гораздо сильнее, чем то химическое вещество, которое он употребляет ради так называемого кайфа. У вас были воспоминания о жизни без этой, ну, без зависимости, наверное, не так правильно сказать, но вот о том, что сильнее вот того, что вас постоянно тянет в этот игровой зал? То чувство. Мне обычно нравится давать какие-то конкретные имена чувствам или называть их конкретными именами. Я не могу быть уверен, но, по-моему, это чувство радости и как бы чувство самодостаточности, может быть, если мы говорим про победы спортивные. Я такой же человек, как и все другие. Это одно из чувств, которые люди очень хотят испытывать и очень хотят испытывать непрерывно, но реальность такова, какова она есть. Возможность эти чувства испытывать, они даются очень редко и очень на очень короткий промежуток времени. Так что, да, с одной стороны, я могу сказать, что я ходил в игровой зал и я покупал это чувство, потому что чувство выигрыша это именно не то же самое, но очень-очень близко стоящее к чувству счастья и чувству радости. я покупал эти чувства за деньги, но я еще всякие хорошие вещи там покупал. Вопрос, наверное, в долгосрочности этого счастья, которое можно купить. Вопрос, наверное, именно в этом, да. Вопрос, наверное, в этом. Но есть еще хорошие вещи, которые можно купить в игровом зале. Это чувство проигрыша. это чувство пустоты. И если мы смотрим на мои достижения в игровых залах, если я могу такое разиться, звучит немножко смешно, да, но мы тогда можем на это посмотреть, как на какой-то тренировочный лагерь, где я учился, где я учился жить с чувством потери. Там было такое хорошее место, где учиться, потому что там никто не упрекал меня, и там было так спокойно, и гармонично, да, и так сказать. Да, 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 да. Вы описывая свое состояние, состояние точки кипения в своей зависимости, скажем так, ну, кто-то называет это дном, так или иначе, вы говорите о попытках суицида. Что вас остановило? Мне очень трудно сказать, что именно меня остановило. Я сейчас буду угадывать, потому что я не помню. Я действительно не помню. По-моему, в какой-то момент я понял, что это все-таки не будет решением проблемы, и я должен попытаться, наверное, что-то сделать иначе, и попробовать, хотя бы попробовать. Я хотя бы попытался, как пролетая над гнездом кукушки. Ну, случай не такой же, но можно сказать и так, конечно. Знаете, ведь бывает, что одно какое-то прикосновение, может быть для тебя даже не столь заметное прикосновение, одно слово, один разговор какой-то с кем-то, человеку дает ускорение в жизни. В вашем случае было ли это, и что способствовало вашему выздоровлению? Вот как раз это ускорение и направление по пути к выздоровлению. хорошо, я понял ваш вопрос. Нет, никакого чуда не было в моей жизни, но было. Несмотря на то, что я вырос в довольно-таки неблагоприятных условиях, но все-таки я в своей жизни встречался с очень многими людьми, которые мне очень много помогали осознавать вообще, что такое жизнь, и как, и когда, и как поступать в какие-то моменты или в какие-то ситуации, я чрезвычайно благодарен этим всем людям, которые мне фактически были вместо родителей, потому что как-то у родителей не очень получалось этим заниматься. Да, и я думаю, что интересно то, что в тот момент, когда они мне помогали, в тот момент я эту помощь не в силах был принять, но наступил какой-то момент, когда я уже, да, это был тот момент, когда я был очень близко к своей смерти, когда все эти вещи, которые мне они говорили, мне были очень-очень нужны, и они мне очень пригодились. Ну, осознали вы это уже потом? Да, конечно, да. Что они повлияли на вас? да. Вот о чувстве счастья вы сказали, о том, что вы пытались его купить, само счастье. Вот определение этого чувства в зависимости и в трезвости. Вот давайте послушаем, что нам об этом сказал также один из наших гостей, и после у меня сейчас очень трудные периоды разные, и как бы там ни было, я все равно просыпаюсь и понимаю, что мне, во-первых, в первую очередь утро, мне не надо куда-то бежать, мутить и употреблять. У меня есть какие-то обязанности, подруга, собака, работа, и самый худший день банкрота не сравнится с самым лучшим употреблением, и наслаждаюсь этими. Вот та счастливая лихорадка, что свойственно зависимому игроману, и чувство счастья вне зависимости. В чем эти отличия, как вы сегодня это видите? Это довольно трудно вообще-то ответить на этот вопрос. Нам надо посмотреть, может быть, на зависимость как таковую. Видите, для меня по-моему, зависимость это не болезнь, это лекарство, это анестетика. И тогда возникает вопрос, а лекарство чего? того, что внутри? Да, а что тогда болезнь? А по сути деле, я могу сказать, что наверное, болезнь все-таки моя жизнь, она больна, и я ее подлечивал как-то, ну, если голова у меня заболит, ну, я возьму таблетку, голова перестанет болеть, ну, и хорошо, ну, ладно, да, но это в принципе то же самое, что я и алкоголик, я не только азартно-зависимый, да, и это легче понять, если мы говорим именно об алкогольной зависимости, если я буду сравнивать алкоголизм не с болезнью, а именно с лекарством, да, и в таком случае, в таком случае, да, моя жизнь сейчас происходит без анестетиков, и это нелегко, это нелегко. Но возможно. Ну, возможно, да, конечно, да. Спасибо вам, что вы пришли. Программа Выбор, я Анна Смирнова, наш сегодняшний гость, выздоравливающий Гармон Андрис, спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.